Господи, молим Тебя именем Господа нашего Ица. Царю Небесный, утешителю души истины, И жизнь действий, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю, прийди все висядны, И очистены от всяких скверных, И спаси блажен души наши. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наши занятия по Слову Твоему, Даруй в Китай каждое Твое Слово, и мысли наши направь к горнему. Господи, Тебе за все хвала, Отец и на Дух Святой. Аминь. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 30 и 31. 37-38. В последний же великий день праздника Стоял Иисус и возгласил, говоря, Кто жаждет, иди ко мне и пей, Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки воды живой. Исайя 12.3, Юэля 3.18. Толкование Блаженного Феофилакта Болгарского. Первый день праздника и последний, или седьмой, называли великими, Потому что и закон последний день праздника Называл нарочитым, святым. Левит 23, 35, 36. Давай откроем. Левит. Давай откроем. 23, 35, 36. В первый день священное собрание, давайте подальше. И сказал Господь Моисею с 33, говоря, Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник кущий. Семь дней Господу в первый день священное собрание. Никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание добудет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. 37-й не надо? Нет. Скажи им. Справедливо он обращается с речью к народу в последний день. И тем как бы напутствует его на обратный путь домой. Ибо говорить тем, которые среди дня предавались увеселением, было бы неблаговременно. Они не стали бы слушать. Иисус возгласил громко частью для того, чтобы быть услышанным. Частью для того, чтобы показать смелость, что он не боится никого. Что же говорит он? Кто верует в меня, как сказано в Писании? Здесь должен остановиться, потом снова читать. Реки потекут из чрева его. Многие веровали по причине знамений. Он показывает, что веровать должно не столько на основании чудес, сколько на основании Писания. Ибо правая вера от Писания. Посему он говорит, кто верует в меня, как сказано в Писании, то есть как Писание свидетельствует обо мне, именно, что я Сын Божий, Творец, Господь Всего, Спаситель мира. Ибо многие, по-видимому, веровали, но не так, как сказано в Писании, а как им хотелось. Таковы все еретики. Сказал, что у такого верующего потекут реки из чрева. Чревом в переносном смысле он называет сердце, как и Давид. И закон твой у меня в сердце. Псалом 39.9 Сказал, что потекут реки воды живой, а не река. Сим указывает на обилие и щедрость благодати Духа. Ибо Дух таков, что в чью душу войдет и утвердится в ней, он заставляет ее течь обильнее всякого источника. Как у верующего по Писанию из чрева текут реки, сие всякий может узнать, когда обратит внимание на язык Петра, на стремительность Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не останавливало, но они всех увлекали вслед за собою, как реки какие, неудержимым течением своим. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Правая вера от Писания. Комментарий. Те, кто делал нововведения в православную веру, какую цель они преследовали? Знали ли они о существовании Библии? Согласно житий святых, православные часто одерживали победу физической силой, благодаря связям с мирскими властями, прибегали к жестокостям по отношению к противникам и к их физическому уничтожению, насаждая свой образ мыслей. Читая деяния соборов, причины расколов, всегда удивляешься тому, что Библия, как правило, не занимала главное место в такие ответственные моменты. Правая вера от Писания. Как не вспомнить другие слова? Книга сия, да не отходит от уст ваших. Непрестанно молитесь, нас учат апостолы. Апостолы говорили не от себя лично. Дух Божий водил ими. Как могли апостолы, которые нигде не учились никогда, даже люди удивлялись, как они, нигде не учась, могут так говорить? Один ответ. Духом Божиим они вдруг заговорили иными языками, и каждый удивлялся, как он говорит другим наречием, разве он не с нами, не из нашего народа? Господь дает таланты, дает каждому человеку, верующему во Христа, говорить Духом Божиим. Значит, слова, которые Господь говорил, как считаешь? Я думаю, это неоднократно. Или как слышишь? Я на этих словах остановился, страшно стало. Никак. А они не могли так сказать. Они не имели каждую Библию. Я просчитал об этом, что Библию в акционе переписать, это 20 лет рабочего времени надо было, сколько он зарабатывал. Каждая рука высчитывалась. Вот пишут, когда переписывают, до конца. Здесь стоит цифра 24, 24 буквы. Просчитали, а тут 23. Так, один. Один. Понял? Один. Теперь еще через три дня нашли один. Все. Два нашли. Упустил или прибавил. В конце стоит знак. Сколько сын? Сжигай. Все пропало. Да кто там может быть? Закон-то это знал? А ты просто не знаешь. От этюда написал отец Геннадий Пас, я тоже не знал от него. Какая, какой материя, какие чернила, какой человек, как он должен был одет в это время. Если пишет слово Бог в это время, он даже с войны, убийства стреляет, не должен оторваться, чтобы оторвать слово Господь или как Бог. Только тогда можете бежать или как. А то они там, как эти мусульмане, у вас Библию переписывали и каждый раз добавляли. У вас написано, я говорю, что мы люди Писания, 5-я сура, 47-й аят. Кто дал? Написано Всевышний. Как Всевышний мог бы это допустить? Сразу такие глаза в разбежку на 13 сантиметров. Когда по правде, то скажешь, как считаешь? Вот один ответ. С вас этот спрос будет один. Как вы считали? Наша община, вот такая интернета. Я задавал вопрос, в интернете еще есть такие общины, одна хотя бы, православная, чтобы на основании Слова Божия каноны церкви употребляли, жития святых и целые празы из творения святых отцов. Вот утром я встану, вот такие пакеты накидываю. Как толковать? У меня иронимы Стридонского не было. А тут подряд пошли, там, усатая, Наталья, и все, сейчас тебе копирую. У нас очень высокий уровень открытости наша интернетная группа, которая... Прямо мои материалы вот берут отсюда, вот, целыми проповедями, а проповедь это, ну, может быть, 6-8 страниц. И кто один работает над этим? Николай Сирот. Я его не видел, надо, чтобы увидеть еще его. Он буквально все вот это расшевелил. Все отдельные вопросы. Какую тему занести? Как легко искать? Новый человек бесплатно работает уже больше года. Вот это молитву достигли. Как это нам сделать? Как считаешь? Ты считаешь, и сразу скажешь, а как я считаю? А какое местописание? Главы стихи позже придут во Франции. А где это написано? Вот это надо сегодня. Он меня спрашивает, а как вы это запоминали? Много считаю. Считаю, возвращаюсь, перечитываю, конспектирую. Ну вот и все. Когда он так вот разбитый, у человека, как вот со мной один сидел, преподаватель, второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович, ну и он у меня, я говорю, 666 сигнал будет, дадут. Вон имена, которые есть у Луки, у Матфея, родословные. Своих каких знал, Боря, Игорь, все записал. Вот так он прилепил, и в уме считает, дальше не пишет, и считает. Столько-то два имени, чтобы Бен Гур, допустим, получается 666. И он нашел где-то 3, что ли, имени таких соединяются. Я ему дал, конспектируют вот такие книжки, ну вот такая вот, это сколько, 380 страниц, 2 за день. Я бы попробовал смотреть, он чуть-чуть и не цитирует их. Это называется, по диагонали считать. Ну я говорю, я тебе говорю, все-таки проверю. Даю 90-й псалом. Законспектируйте. Он прочитал. Дай-ка еще раз прочитаю. Еще раз прочитал. А она, говорит, не конспектируется. Я говорю, почему? А там конструкция такая связана, все, говорит. Я все равно слово выброшу, говорит, рассыпается. О! Вот он подходит к окну, а я хорошо слышал это. Вы слышите, самолет летит? Я говорю, да. Так, это, С-134, военный самолет. Так, это летит он на Ямал. На половину только нагруженный. По звуку, вот, нас называли камерой академиков. А веры никакой нету. Совершенно ничего умеет делать. И поэтому мы должны главное взять. А повторяю степенную тогда придет. Считайте. Мне Бог позволил встречать таких людей. Хочу сказать, что здесь седьмая глава. А в шестой главе, в шестьдесят шестом стихе, написано, что все отвернулись, ну, многие отвернулись от него. А многие кто? Двенадцать человек остались апостолов. И он им задает вопрос, вы не хотите уйти от меня? Ну, мы проходили это не так давно. А теперь седьмой, это седьмая глава. И Господь идет, и написано, возвышает голос свой в конце праздника. Возвышает. То есть, получается так, что около него уже никого нету. Только двенадцать человек. Ну, Петр сказал, куда нам идти у тебя глагол вечной жизни. И Христос, братья в него тоже не верят. Христос продолжает проповедь свою, приходит на этот праздник, ну, как бы в конце, когда уже люди, написано, насытились, эти разошлись, которые хотели его убить, фарисеи, саддукеи. И в этот самый момент, когда остались вот те, кто до конца праздника праздновал, я так понимаю, самые верующие, и он возвышает голос свой. То есть, как-то громко проповедовать начал. То есть, Господь нисколько не смутился тем, что все отошли от него, он по новой начинает проповедовать. И причем так странно, казалось бы, как бы, будь потише, как-то немножко, утишься, а он возвышает голос, да еще на праздники, но говорит-то опять то же самое. И люди понимают, что это то же самое. И опять к нему обращаются люди. И ведь вот эти волны, таких как бы несколько мы прослеживаем в Слове Божьем, и в конечном итоге они надоели лидерам духовным. Это фарисеям, книжникам, саддукеям. И они начинают искать убийство его. Ну, даже еще чуть раньше. То есть, понимают, что кроме как убийства, это не остановить. Все. Ну, а то, что мусульмане говорят, что якобы всякие ошибки в Библии, так не только мусульмане говорят. Многие вообще не верующие, либо так, как говорят, в душе верующие, Библию не читают, может быть, в руках не держали. Говорят, да там все равно на протяжении многих лет что-нибудь да не так написали. Не может быть, абсолютно точно ни один не держал. Передо мной прошло 2600 в прошлом году ни один не читал ни Библию, ни свою книгу. Ни один. Я говорю, ты открой пятая соль альмайда трапеза. А у меня с тобой нет. А другой считает, да это вот я не понимаю, а считает. Я говорю, ты мне хоть поверблюжий считай, но перевни на русский. Они как мы, православные, похожи очень. Ничего не понимаю. Вот так получается, по вашим словам, получается, что люди живут как какими-то мифами. Да. Но миф один. Ему Мула сказал, Бог один. Все, понятие о троице вообще никак не входит. Второе. Мула ему сказал, что Библия не настоящая. Настоящую потеряли. Потому что переписывали. А вы переписывали? Я говорю, ты мусульманин? Ну да. У тебя больше другой занозы нету. Одна эта. Раз неправильно, все. У нас оригиналы есть. Можно свернить. А у вас оригинала нету. Вы-то с чем сравните? У них оригинала нету? Нет. Если с неба она пришла, она в Мекке, в Медине, должна где-то храниться. Ее нет нигде. А теперь смотрите, я говорю, на чем погорели? Что Иисуса украли. Воскресение Христа, смерть Его, зафиксировано. Что хотели украсться. А почему не сказали, что Он не был распят, как вы? Потому что руки еще в крови были, дымились. А теперь сатана, спустя не два года, а шесть столетий, говорит, а он и не умирал. А как? Иса, пророк. Я говорю, это ваша книга? Я не произношу это слово, чтобы не трогать их. Аллах, Мухаммад, Коран, три слова, которые я не произношу, чтобы не драконить их. Я говорю, это ваша священная книга. У вас как там написано? Он не знает. Я пытался говорить, я изучал его от корки до корки. Я сказал, а потом понял, не надо ничего. Четыре места я знаю достаточно. Я говорю, ваш Иса и наш Иисус Христос это разное. Нет. Договорились. Я к вам не лезу, и вы не лезете в мою книгу. Вы не можете никак понять. Ваш Иса, смотри, Иса, Иса пророк. Я говорю, ну пророк и все. Наш Иисус Христос это Бог, Сын Божий и Бог и человек. А почему? Неправда. Ты не можешь никак отсюда от этих сатана нападает. А когда уже вот так перемеет, перемеешь его, дальше начинаешь говорить. Иса, Иисус Христос это разные персоны. Как? Это разные. Между ними 2226 лет. Как так? Считайте, 3 сура, 35 аят, 19 сура, 28 аят. Сравните с исходом 6 глава, 20 сих. Все. Там говорится, что Марьям, мать Христа, Марьям, это Мария, у них Марьям называется, она родная сестра Моисея. Вот и все. А Моисея, это где был? Ты считай, сколько лет прошло? Вот и все. А теперь от них еще судаки. Я их посчитал, завел, когда вот они не могут. А вот у них там какой-то там везде проповедуют. Я говорю, у него ни одного выступления не было, чтобы не было раз в 250 не солгал. Он же надеется, что вы не считаете, а вы такие и есть. Где он взял? Говорит, Иисус, и Павел, это 14 послание, это Писание. Нигде у вас в Евангелии, называется Ижил, по-рабски, не написано, что Иисус называл себя Господом Богом. Я говорю, нигде? Нет. Я говорю, откройте, Матпея, Иоанна, 13 глава, 13 стих. Сейчас я покажу. И Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. Они этого не понимают. Я говорю, он уже Захир этот ваш соврал. Открой. Запомните, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. А дальше, ты человек и делаешь себя равным Богу, евреи-то хотели попить камнями. За что? Они отвечают, за то, что ты будучи человеком, делаешь себя равным Богу. То есть они правильно поняли. Он говорит, я и отец одно. Считайте. 13 стих. 13, 13. Вы называете меня учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Все. Больше ничего не надо. Правильно говорите, что я Господь. Господь подтвердил. Сразу назад это добавили. Эх ты, человек, тебя дается. Я с ними не спорю. Я говорю, теперь я тебя высушил. Ты как можешь спасаться? Вот мы с вашим Ахматом на корабле. Волна нас смыла. Мы видим только топовые огни. Корабль уходит. Балтийское море. Льдинки плавают. Больше 10 минут никто не продержится. Останавливается кровь. Скажи, Ахмат, ты спасен и не знаю, надо добро делать. Там, раз, Курбан, Байрам. Какой Курбан? Когда все уже ушло, Курбан уплыл. Что дальше будем делать? Ну, а вы, я говорю, я спасен. А как? Иисус Христос умер за меня. А ваш Иса не умирал. И сразу начинают с этими говорить. Вы знаете, кто, Шингиз Дарикулевич Ахматов? Плаха. Да, писатель, лауреат, как он называется, Лизерской премии. Последнее время написал роман Плаха. Так мы пачками покупали, раздавали другим. И там главный герой, там какой-то называют его христианин. И прилетел корреспондент, кажется, с литературной газетой и ему говорит, там, Шингиз Дарикулевич, а вы кто? Повернул, говорит, я мусульманин. А почему главный герой христианин? Он говорит, Мухаммад много добра делал, раздавал. Много. А умер-то Христос. Я говорю, а вы знаете, мусульманин, сколько он сражений у него было? Ни один не знаю. Я говорю, 72 сражения. И оборонителей только два. А остальное грабили караваны, раздавали людям. И кто не согласен, отрубали голову. Вот как распространялась ваша вера. Это абсолютно точно. А где вы узнали это? Издание ташкентское, мусульманское издание, специальный журнал выходил, кажется, мусульманская звезда или как? Звезда Востока. Звезда Востока. Абсолютно. Вот я оттуда взял. Я не прибавляю. И поэтому вы или признаете Христа или нет, а вы, я вас выслушал, а у нас 4-12 Деяния Апостолов. Нет другого имени под небом данного человека, которым отношения с евреями имеете? Из еврейского рода. Да. Еще не знают. Тут я показываю, он не может. Коран. Я перевращиваю по-арабски. Говорю, тут баран. Ни один не может прочитать. Такие же, как православные, такие же чурки стоят. О чем говорится? Что там поется? Тем более, канон Андрея Критского. У меня на него ответ удается. 204 события библейских. Их объяснить, что ли, я за два месяца не успевал в университете его занятия. И тут одно на другое. Это будет пятая неделя, в среду вечером будем считать. Это немыслимо. Даже, даже если по-русски, даже если расслышал. Даже если только по милу имя Божию считать, и тогда ты ничего не поймешь. А почему он написал тут был Игумен? Я говорю, потому что он подписал Анафему Шестому Вселенскому Собору. Да. У него два высших образования у отца этого, с чем в Союзе Писателей. Вот был Сахаров Игумен. Атец Кирилл. И он даже не знал этого. И он, как вот по милу имя Божия, два смертных греха Давид сделал, чужую жену взял, да и убил мужа еще. По милу имя Божия, по великой милы. Вот это канон такую роль играет. Это для оглашенных написано, для грешников. Там упоминаются такие грехи, которые у христиан в сверке даже наимноваться не может быть. Что же мы не поняли-то? Да. А вот мы считаем второе это благодарение и третья ступень славословия. Я сильно раздражаю людей. Мне задают вопрос, а почему никто не сказал, уже прошло-то не два года, а тысячу сто лет? Я говорю, потому что я еще не родился. Как я родился, я в это дело вникнул. Но ни другого нету. Я себя перечеркиваю, ушел. Почему нету? Нету, все, пустое место опять. А мы-то молимся на три ступени. Брат Игорь считает, он уж запомнил, наверное. Здорово, когда на три ступени. Помаленьку, да, маленько, чуть-чуть дотумкаешься. Я могу сказать, тут кого ни разу не было. И ребята ни разу ни разу не были. Михаил рядом стоял на богослужении канон Андрея Крискова. Да, он сильный, но там только покаяние, помилуй меня Боже. И понятно, что у христианина, как нет, даже очень аж заканчивается, ибо твое есть садство, силы и слава. Здесь ничего этого нет. А у нас есть. Наша община единственная на всю вселенную за тысячу сто лет. Молится на три ступени. Но рано или поздно это будет более широко известно. Может быть, патриарх меня пригласит все-таки. Отказали по простой причине, что популярная болезнь мешает. Да нету. Уже не ответ пришел из патриархии. С печатью. Уже нету. С бланками. Надо еще раз послать. А? Надо еще раз послать. Сейчас уже нету ничего. Ну, писал ему не я, а Таушев какой-то писал. С тетюшинами. Он очень сильно хорошо относится и патриарха знает. И написал, что Владыка, вам полезно будет встретиться со мной и все вопросы обсудить. Но если я ничего не скрываю, говорю, так что со мной будет-то, да. А я заранее, как было, вот когда у меня в 80-м год, а потом больше на 6 лет с собой сумочку с сухарями, с одеждой сухой, в храм ходил, видя, сумочку из рук не выпускал. Так арестовали сумочкой. О, опыт какой. Мои года. Мое богатство. Поехали. Все, запомнили, как резьба на камне. Правая вера от Писания. Так, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Толкование. Евангелист, объясняя, что такое реки воды живой, говорит, что сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было духа святаго. Здесь спросит иной, как евангелист говорит, что не было духа святаго, то есть дано, разве пророки не духом говорили, и апостолы как совершали чудеса? Отвечаем. Бесспорно, пророки говорили духом, но благодать сия прекратилась, от земли удалилась, хотя она действовала во времена пророков, ибо в то время, когда Христос действовал во плоти, за недостоинство народа пророчество не являлось, и благодать не присутствовала во святилище и в храме их, а как действия духа тогда не было, и оно еще имело быть дано, посему и говорит, что духа святаго еще не было, то есть он не обитал между иудеями и не проявлялся в действиях. Что касается до апостолов, то они совершали чудеса не духом, но властью Господа, ибо слушай, как говорит Евангелие, намереваясь послать их, он дал им власть, а не духа святаго, Матфея 10.1 от Луки 10.19 Почему сколько не совершали они чудес, они творили их не духом, но властью и именем Господа. Когда же он воскрес из гроба, тогда сказал им, приимите духа святаго, Иоанна 20.22 И в Пятидесятницу сошел на них Дух Святой Деяния 2.4 И иначе Сила Духа и прежде Креста была в пророках и апостолах, но не так, как после Вознесения, то есть не так щедра и обильно, чтобы сравнивать ее с реками. Посему Евангелист справедливо сказал, что еще не было Духа Святаго, то есть излито в таком обилии, как в последствии. Хотя он был и прежде Креста, но не в обилии, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь Евангелист славою называет Крест, потому что Господь Крестом не зверг мучителя и воцарился. Посему, когда еще ни Крест не был водружен, ни грех упразднен, ни природа нашего Христа не победила мир и не примирилась с Богом, естественно, не была дарована и обильная благодать Духа. Ибо нужно было нам прежде саделаться друзьями Богу, а это совершено через Крест, потом уже получить и дар Божий. Подобно как и в мирском быту, прежде человек делается другом Царя, а потом получает и дары. Итак, благодарение Богу, Который излил на нас такую обильную благодать, какой не имели и пророки, ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли он и другим, а апостолы исполнили ею бесчисленное множество людей. Ветхом Завете были в Духе Истине? Нет еще. Иисус говорит, поклонников Истине, она понимала, вы говорите там, а вы говорите здесь, по месту, но Бог говорит, ищет Духе Истине. Вопрос, в Ветхом Завете были в Духе Истине пророки и кто? Нет. Если были, назовите. Если не знаешь, скажи, не знаю, время нет, развея. Хорошо, не знаю. В Истине не было ни одного, а были в Духе. А Истина тогда заменялась прообразом. Ягненок указывал на Христа, его кровь на крест, жертвенник указывал на крест. Истина она не была. Они смотрели сквозь тузское стекло написано. Истина открылась во Христе. 14.6 Иван Гелетен говорит, я есть путь истины и жизни. А они о нем ничего не знали. А они знали Дух. И все сделали с пророками. Когда Саул пророчит, запророчили все, как двое еще Моисею сказали, побежали за ними, они в лагере пророчествуют. Запрети им. И ученики говорили, они за нами не ходят, запрети. Кто не против вас, тот за вас. Поэтому хорошо запомнить надо, Дух Святой был. Он действовал в отдельных людях, но не во всей полноте. Потому что Иоанн Затус говорит, вначале Бог сотворил вот это из глины человека. Это называется первичное. А вторичное это вдунут дыхание жизни. Вот это первичное называется начаток. Пока не был вознесен наш начаток, то есть тело Христово, он Богочеловек воскресший, то Отец с Небес не примирился. Это образно. И когда Он явился, Он показал, я умер, все грехи мира взял на себя. Вот этот начаток, а мы тело, теперь Он посылает нам дары. Дух Святой сошел и наделил дарами. Меня на это Бог и поймал. Вот как у меня обращение было. Я никого еще больше не встречал. Вот у меня было два момента, которые я любил сильно. И у Бога именно на меня эти крюки забросил Бог. Я спрашивал, кто обращался через бабушек. Ну так меня бабушка в храм водила. А истинно взрослый, так я сам ходил. А я сошел с корабля. В кармане уже билет в кино. И бабушка идет. А я любил бабушек не знаю как. Вот они забитые такие. А у меня деньги всегда были. Корабль. Я старался что-то купить дать. Она несет сумки. подскочил. Баба давай помогу. И теперь я иду с ней. Я говорю бабушка где-нибудь молится у вас. Она говорит да вот здание это. Крест наверху. Я гляжу неправославно кто. Я не знаю. Ну зашел. Вот это начаток был. Я занимался языками разными. В это время посмотрел примерно на 7 языках занимался. Я больше никого не встречал чтобы еще языками занимался. Зачем тебе нужно? У меня немецкий язык ровно 6 месяцев шло. Ни одного слова не знал. А 6 месяцев прошло и у немцев выступал в собрание. Мало того меня признавали гог дочь. то есть литературный язык называется. Высший язык. А как? У Бога все известно. Направили работать в строго режимный лагерь. А советский офицер демократической разрешили жениться немка. И проторговалась. Ее сюда прислали. А я с ней тут встречаюсь в зоне в этой ряду. Она меня проверяет беседует. Я даже не знал в школе языка никакого не было. Занялся английский. У меня понимаешь как? И когда бесед пришел на дом а у них Дух Святой сошел заговорил как сразу? Нет так не может быть. Ну если нет не нравится а ты давай вырвем этот листок. Я говорю нет подожди как это вырвем. Ну раз не согласен. Я языки любил меня на языках поймал Господь. Бабушек любил через бабушек меня Бог привел. Вот у Бога как. Я единственный может был у него за столетие который не так не то любил еще людей а что ты любишь ну я может быть борьба без правил или еще что то на велосипедах гонять по горам у меня все было другое именно на этом Господь меня и выдержал и уже на утро весь караван кораблей узнали что Лапкин сошел с ума все вы никогда не считали наверное считай дальше сейчас секундочку мы часто говорим о жертве Христовой может мы может даже немножко уже привыкли к этому говорим на автомате Христос взял наши грехи понес на себе вроде как бы спокойно это тоже надо прочувствовать я не так давно случайно наверное случайности не бывает посмотрел фильм старый голливудский не знаю как на него вышел называется восхождение честно говоря проняло до глубины про альпиниста который был такой герой который везде ходил один по горам лазил и бога не верил не верующий был он подчеркивал я сильный я все смогу я все преодолею я любую вершину преодолею возьму и у него была цель подняться на одну из вершин одному но ему не разрешили дали ему напарника а напарник верующий христианин говорит ну дали же дурака а он с собой библию носит постоянно ее читает и еще запоминает разные места говорит ты вообще какой-то чокутый ну и случилось так что пошли что пошли они вдвоем на эту вершину ругались постоянно страшно он ему о христе этот говорит замолчи ты наконец дай мне сосредоточиться я иду а не кто-то там с тобой и так случилось что они попали под лавину и этот верующий спас этого неверующего я очень кратко рассказываю что премьер занимает будет желание посмотрите и вот так это потрясло что вот этот человек который занимался своей книгой все время что-то учил и вдруг пошел на такой героический поступок что его спас жизнь а сам погиб и когда он вернулся как говорится спустился на землю встретился с отцом этого парня а тот тоже верующий был семья была верующая понимаешь говорит он веровал во Христа а Христос умер за нас за нас он взял наши грехи на себя и вот тут до него дошло потому что перед ним живой пример как говорится за него умер человек молодой и вдруг Господь за нас умер как-то и он начал думать как-то за меня умер кто-то другой и он стал верующим вот характеристику мне дают его долго ждали обычно в понедельник они наверное месяц держали дождались это светило из Москвы Мазур Моисей Ааронович вот отсюда написано ценные идеи реформаторского содержания мне приписывали вот с абзаца с этого начни там это предыдущее было к другому относятся а вот отсюда просчитай мое пребывание на обследование психиатром отправили Кемеровское вот послушайте какая психическое состояние испытуемый правильно ориентирован во всех видах ориентировки и судебно-следственной ситуации судебно-то отправляют чтобы проверить как меня если я дурак судить не буду там ну отправят где-нибудь ящики бить там пивные а это сильно за это много денег платят чтобы признали он за изнасилование и убили вдвоем они там все чтобы только признали неменяемым на комиссии собран и подтянут приветлив он хорошо доступен контакту ясно и четко изъясняется не спеши а сегодня написала там надо замедленное то другое она не знает вот день и ночь с ними там я живу они наблюдают и все записывают он хорошо доступен контакту ясно и четко изъясняется доброжелателен и приветлив с врачами на здоровье жалоб у него нет в беседах эмоционален последователем открыт себя психически больным не считает это же уже не справка это характеристика подробная подробно рассказывает врачам как он пришел к вере в Бога он воспитывался в религиозной семье боялся греха сдерживала его от аморальных поступков вера в душе он всегда почитал Бога но религиозных обрядов не почитал вел обычную мирскую жизнь ходил в кино на танцплощадке нередко выпивал даже были случаи когда напивался в стельку это я я им говорил один раз такое было гляжу на лампочку а она двойная я сразу домой подался и сразу себе приговор принес отца коровы где выходят а там снег вот такая высота и денег весь снегу я его изрезал лопатами выкидал оттуда а они катятся и в дом стучат мать говорит что-то стучит к нам а я за то что так и больше в рот не брал вот слушай дальше я-то они обтуда бы знали если не рассказал я еще не таил после того как вслух прочитал на ночь в казарме молитву его отправили в психбольницу что было для него неожиданностью в психбольнице один офицер который находился на обследовании посоветовал ему не менять своего поведения молчать вести себя так как вел в воинской части в противном случае сказал ему офицер его могут расценить как симулянта со всеми вытекающими отсюда последствиями минимум 3 года в тюрьме то есть отдать под трибунал за уклонение от воинской службы он послушал и решил что этот совет справедливый поэтому в психбольнице молчал тем не менее потребность говорить о Боге у него была очень сильная поэтому по вечерам в туалете вел беседы на религиозные темы с людьми в туалете туалет-то там ну разделен а здесь только моют руки и там набивается много военное все я им о Боге говорил которых считал подходящими для этой беседы никогда еще Евангелия у меня не было никогда не казалось ничего не мерещилось вот это главное все последние годы он физически и психически чувствовал себя хорошо под врагами он подразумевал всех офицеров преследовавших его за веру он посвятил жизнь свою вере с каждым годом все глубже умом и сердцем стремился стремился познать Писание Божие и кое-что стал понимать вместе с тем он много работал так как являлся хорошим печником он никогда не нарушал у нас всегда было 280-300% под норму за трех мужиков вот они печь сделают там неделю-двое а я заднюю для печи выкладывал неудержимо просто неукротимо в этом ну естественно все за деньги вот честно говоря я как каменщик прямо каменщик это одно а на печку влияет настроение жены она не открыла задвижку и говорит что-то дымит а сама там наложилась сверху дровами поленом ткнула и заткнулась я пришел дым а ну-ка где задвижка она закрыта а дым-то не можно задвижку пройти насквозь да там требования более стругие так это даже сравнить нельзя пищник может на сто каменщиков один а сегодня особенно да ну я 40 лет пищи клал так где мы ну мы свидетели да ваши печи есть еще вместе с тем он много работал так как является хорошим печником он никогда не нарушал трудовую дисциплину это уже там дарья характеристику с работы свою работу выполнял честно и добросовестно жену он очень любит и обожает он всегда был открыт для людей делился с людьми последним куском последние годы его стали уважать верующие появилось много знакомых соратников по духу и вере ему нередко приходилось разрешать споры в толковании священного писания среди верующих испытуемый обнаруживает хорошую память знания религиозных текстов он приводит на память множество цитат из Библии Евангелия свободно оперирует своими знаниями вину не признает с большим чувством говорит о своих мучениях в тюрьме муки его духовные и обусловлены тем что он вдруг оказался среди матюрых убийц и насильников где нет ни одного человека близкого ему по духу нет единоверцев он скучает без голубого неба луча солнца без птиц он очень переживает разлуку со своими родными и близкими окажись сейчас на воле расцеловал бы всех и все деревья и зеленые веточки на них вместе с тем он и осуждает себя за свою сентиментальность за привязанность к земному он должен думать о Боге а оказывается мысли у него заняты земным и поэтому он видимо плохой христианин но тут не согласимся все творение Божие как не любить это и птичку и дерево но понять можно да понять можно в чем дело откровенно говорит что если бы он знал что его духовный отец Дудко отрекся от своих убеждений он сразу бы принял покаяние от всех этих дел и был уже на свободе наверное однако он не знал этого и осуждать своего духовного отца не смеет он много понял и почувствовал за время проведенное в тюрьме если он окажется на свободе то уйдет куда-нибудь в деревню будет жить мирно молиться и уйдет от всего то в чем обвиняют меня не повторится я отхожу от всего какое бы решение суд не принял в течение всей беседы он держался уверенно фанатично отстаивал свою точку зрения несколько переоценивая свои способности высказывал свою точку зрения на те или иные вопросы связанные с его убеждением он считает что богослужение должно вестись на русском современном языке не на церковно-славянском а на литературном языке что некоторые религиозные отправления по его мнению подлежат модернизации чтобы привлечь на сторону церкви молодежь приобщить к вере наставить на праведный путь испытуемый склонен к подвижничеству миссионерству религиозному просветительству мышление у него последовательно логичное связанное также не обнаружено каких-либо патологических нарушений мышления в письменной продукции бредовых идей и галлюцинаций у него не обнаружено эмоционально он живой адекватный теплый интеллект соответствует культурному уровню и образу жизни в отделении каких-либо странностей в его поступках и высказываниях не отмечалось он много молился скрупулезно выполнял все предписания религиозного характера поклоны там сто поклоны тысячи поклоны молился в назначенное им самим время несколько раз в сутки постился и тому подобное много говорил на религиозной темы обращался к испытуемым с проповедями это заключено другие говорили говорил об этом без страха прямо в глаза призывал к смирению окружающие с интересом слушали его группировались вокруг него это преступники а там палаты может с одной палаты в другую пойти это не тюрьма с медперсоналом и врачами он был вежлив предупредителен не назойлив не назойлив самое главное он благодарил за хорошее за хорошее к нему человеческое отношение выражал неподдельное изумление тем что к убийцам преступникам так хорошо относятся вместе с тем он тяготился пребыванием в психиатрической больнице просил скорее выписать его из отделения иногда мог всплакнуть вспомнив о роднице и о свободе спал и ел хорошо заключение душевным заболеванием не страдает он является психопатической личностью из круга паранояльных психопатов это нормальное состояние паранояльных об этом свидетельствует свойственные ему характерологические особенности проявляющиеся в повышенной волевой активности нередко выраженной завышенной самооценкой и склонностью к самолюбованию а также склонностью к его образованию сверхценных идей реформаторского содержания однако степень указанных нарушений у Лапкина И.Т. не столь значительно чтобы он не мог отдавать себе отчета в своих действиях или руководить я понимал я обречал партию в этом стихотворении Ленин стоит в свой рот ощерих по мету птиц подставил голый череп так как у него сохранены интеллектуальные способности он обнаруживает заинтересованность в личных делах способность критически оценивать свое поведение и регулировать свои поступки с учетом окружающего равно как предвидеть последствия своих действий и удерживаться от совершения их так дальше ну все маленечко закончим уже установленный ранее Лапкину И.Т. диагноз параноидной шизофрении с учетом 19-летнего катамнеза при настоящем клиническом обследовании не подтвердился когда я молчал там в армии было с военными все нет ну вот заканчивай все эти годы регулярно работал женился не производил на окружающих впечатления человека с психическими нарушениями чудаковатого на производстве он также зарекомендовал себя положительно и странностей в поведении за годы работы у него не наблюдалось зама спросили как Рафа он говорит лапкинся но вот одна же на 1 мая говорит а я старший в охране был я даю флаги сказал там воткнуть только в эти приваренные отрезки трубок а он сказал если я возьму за ваши флаги три недели буду руки отмывать погонь такая красные флаги это все на суде было известно враг он остался эмоционально живым адекватным у него не имеется свойственных для шизофрении нарушений мышления проявлений психического автоматизма а также клинических проявлений связанных с нарушениями произвольной деятельности у него не выявлено нарушений восприятия рядовых идей в том числе и религиозного содержания вот одно же дело показывали и там с Китаем что-то не заладилось а я возьму и скажи что судят Китай то сами все это посадили там коммунизм насадили а теперь сестра пошла записывать и не может записать вы сейчас вот там когда кино смотрели что сказали вы что сказал ну что-то про Китай ну что я сказал я вижу это напишет а там будет считать и они тогда зацепятся и она посидела и ничего не написала брякнул до ядря описанное в свидетельстве о болезни деистическое состояние имеющее место у Лапкина ИТ в 1961 году внешне схожее с проявлением бредового психоза следует расценивать как свойство его личности психопатическую реакцию трудно исключить реактивное состояние из которого он тогда же полностью вышел об этом свидетельствуют данные о том что указанное психическое расстройство вытекало было из психического склада личности и было психогенно обусловлено условиями его жизни не описано также характерных для такого приступа острого чувственного бреда психических автоматизмов и идей величия признать вменяемым Мазур Моисей Ааронович Колесникова М.И. Яницкая М.И. Яницкая М.И. Яницкая М.И. Яницкая Запиши какой здесь я знаю еще смотрю ну что все молимся прочитаем достойно 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 я кого истину блажитель о Богородицу тресно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога Слова родшую сущую Богородицу тебя величайе у меня слева самая юная кто у нас здесь я а самая слева а самая юная юноша кто давай еще себе маленькие дети выше меня у нас такое правило когда мы молимся рядом становись он старше на 4 дня господи слава тебе ты великий наш творец ты позволил нам в этот воскресный день собрать и прославить тебя не пройди не ищих сиры до подиноких и томящихся в музах Сергея Владислава Илью и призванных взятых из дома на фронт Никиту Александра Максима помилуй их дай им духовное рождение всем чтобы они были твоими свидетелями возврати их в мире неповрежденными как тебе угодно из-за этого возможность читать слово твое кругу друзей это милость твоя мы благодарим тебя хвала тебе Отец Сын и Святой Дух Аминь Игнати Тихон